Всем привет! В этом видео я расскажу вам о том, как перестать беспокоиться и начать жить, как справиться со страхом неизвестного. Вдруг случится финансовый кризис, вдруг лопнет ипотечный пузырь, вдруг меня сократят на работе, вдруг прилетят инопланетяне и захватят нашу планету. Словом, всё то, что потенциально имеет возможность произойти, но, скорее всего, не произойдёт, но при этом вы продолжаете об этом думать, это отравляет вашу повседневную жизнь, портит ваше здоровье, и в итоге вы не живёте и не радуетесь, а живёте и страдаете. Просмотрев это видео, вы в результате получите, во-первых, валидацию. Что такое валидация? Валидация в психологии называется процесс осознания и принятия либо своих собственных эмоций, либо эмоций и чувств других. Это даст вам абсолютное освобождение от мысли, «О, боже мой, что же я за урод или уродка? Почему это так со мной происходит?» Вы поймёте, что то, что с вами происходит, абсолютно нормально. Номер один. Второе, что вы для себя извлечёте из этого видео, если досмотрите его до конца, вы узнаете причины, почему это происходит, и это даст вам ощущение контроля, что, в свою очередь, снизит уровень тревожности и страха. Ну и третье, я поделюсь с вами приёмами и методами, как это делается. А для всех тех, кто следит за моими личными историями и со мной на канале давно, я также добавлю вам продолжение истории о продаже компании, на которую я работаю, и почему, собственно, так сильно триггернулись мои собственные страхи, что же у нас дальше происходит. Ну что, вы готовы? Тогда ту-ду-ду-ду! Поехали! Начнём мы с вами с того, что страх – это самая базовая эмоция человека и, наверное, наиболее изученная эмоция человека. Если обратиться к нашим истокам как биологическому виду, то можно увидеть, что страх был сформирован как элемент выживания вида. В одной из книг я прочитала очень интересную метафору о том, что заяц, который боится и предполагает, что за кустами сидит тигр, имеет гораздо больше процент выживаемости, чем заяц, который не боится и не предполагает. То есть даже в тех случаях, если за этими кустами нет тигра, то и процент выживаемости зайцев, которые боятся, он гораздо выше. И на протяжении эволюции, на протяжении длительности жизни этого заячьего рода выживают именно те, кто самые боязливые. То есть таким образом вы понимаете, что страх – это вообще самая базовая эмоция, и она изначально нужна для того, чтобы нас всех с вами спасать от опасности. И так как эмоция страха наиболее изучена, то учёные ранжировали и тиражировали, разложили множество страхов и фобий по полочкам и дали им самое разнообразное название. Я уверена, из того, что я сейчас вам перечислю, вы что-то уже точно знаете, что-то узнаете о себе, а может быть сможете что-то и добавить. Такие страхи, как, например, тонатофобия – это страх собственной смерти. Страх сцены – боязнь выступлений на сцене, боязнь публичных выступлений. Знаете, что есть такая боязнь, как боязнь собак? И она называется правильно – кинофобия. Акрофобия – это страх высоты. Я очень боюсь высоты. Никтофобия – это страх темноты. Клаустрофобия – моя самая большая фобия. Страх замкнутых пространств. И вы знаете, что, оказывается, она отделяется от боязни пребывания в местах, которые невозможно быстро покинуть, которая называется агарофобия. Теперь вот я буду ломать голову, какая же из них у меня больше. Ну, арахнофобия – боязнь пауков. Я уверена, что она есть у многих из вас. Авиафобия – боязнь перелётов. Астралофобия – вот эту я никогда не знала. Страх грозы. И ещё очень много-много разных проименованных фобий. Я уверена, что если вы какую-нибудь знаете экзотическую, интересную, то вы напишите мне о них в комментариях. Также учёные разделили страх на несколько категорий по группам причин, которые их вызывают. Естественные или природные страхи – это, естественно, страхи, которые вызываются естественными или природными явлениями. Страх грозы, страх утонуть, страх собак – это всё естественные или природные страхи. А социальные страхи, в свою очередь, это страхи, которые могут возникать у человека в процессе социального взаимодействия. Как, например, встречались ли вы с такой историей, когда вы оказываетесь где-то в компании, в незнакомой компании, и вам страшно как-то себя проявить, что-то сказать громко, чтобы на вас все обратили внимание. Это вот как раз страхи вот этой социальной группы. И, наконец, внутренние или экзистенциальные страхи – это страхи, которые человек придумывает себе сам. Ну, на самом деле, почти все страхи человек сам себе придумывает. Но это страхи, знаете, там, страх думать о чём-то, страх как-то себя по-другому вести, то есть то, что связано с нашими внутренними экзистенциальными проявлениями. Важно! Один из самых современных, новооткрытых страхов, который появился в наши последние два года – «Страх заболеть коронавирусом». На его примере можно очень хорошо увидеть, как же это происходит. Сначала какое-то явление становится реальностью, и мы все с вами видим угрозу этого явления. Естественно, уровень заболеваемости, абсолютная непроверенность вакцин, абсолютное отсутствие каких-либо средств, которые на 100% защищают. И у человека возникает такой страх. Даже если вероятность достаточно низка, даже если человек всячески предохраняется, это становится уже таким навязчивым состоянием. И, конечно, нужно отметить, что здесь свою роль играют средства массовой информации. Вся вот эта истерия, которая раздувается, наверняка это кому-то выгодно. И этот страх, наверное, сейчас один из самых распространённых. Как мы с вами видим, в страхе нет вроде бы как ничего вредного. Это механизм сохранения нас как вида. В тот момент, когда мы испытываем страх, у нас происходит выброс гормонов – адреналин, норадреналин и кортизол. Это позволяет подготовиться к реакции на то, что у нас вызвало страх. Организм приходит в тонус, учащается сердцебиение, утончается зрение, становится тоннельным, повышается концентрация. И человек готов к ответу и к реакции. Наши мышцы наполняются кровью, повышается адреналин, и человек становится более агрессивным и готов отвечать. Чем это опасно? Если не происходит реализации использования всех этих ресурсов, то все эти гормоны начинают действовать на организм разрушительно. Мы получаем нарушение сна, снижение либидо. Ой, неприятная штука. Чрезмерную раздражительность и агрессивность. Частые беспричинные головные боли. Отсутствие вообще какой-либо мотивации что-либо делать. Апатию и неспособность сконцентрироваться. Что же такое страх неизвестности? Если вы знаете, на Востоке есть даже такое пожелание, проклятие. Когда человеку хотят пожелать чего-то плохого, говорят, чтобы тебе жить во время перемен. Это как раз таки про это, потому что перемены несут за собой абсолютно неизвестное. Даже положительные перемены могут вызывать подобный стресс. И человек боится прежде всего неизвестного и непонятного, потому что наша главная задача, как физического организма, это выживание. А для выживания нам нужна стабильность, нам нужен гомеостаз, нам нужно постоянство. Наш мозг идет самыми короткими путями, он нацелен на то, чтобы сохранить нас как вид. Он нацелен на то, чтобы мы существовали, а вовсе не на то, чтобы мы жили счастливо. Поэтому наш организм так сильно сопротивляется всему незнакомому и новому. Страх неизвестного тоже имеет свое название. Агносфобия. Агнос в переводе с греческого – это непознанный, непознаваемый. И если посмотреть на это с точки зрения повседневной жизни, то это абсолютно нормальная реакция. Получите сейчас свалидацию своего страха. Когда мы боимся похода на интервью в новую компанию, когда мы волнуемся перед экзаменом, когда мы делаем предложения, когда мы едем в новую страну. Это все абсолютно оправдано и нормально. Что ненормально, когда подобные вещи принимают уже серьезный оборот, и человек становится одержим этими мыслями. Когда он без конца крутит в голове самые ужасные варианты развития событий. Когда он этому посвящает все свое время и концентрируется только на этом. И каждый раз, когда он находит какой-то еще вариант развития событий ужасный, у него происходят те самые реакции, которые происходят в организме при возникновении страха. Наука нейрофизиологии говорит нам о том, что наш мозг не знает разницы между виртуальным и реальным. И реакции организма на воображаемую опасность, они точно такие же, как реакции организма на реальную опасность. Поэтому, когда человек сидит себе, смотрит в окно и говорит, вот сейчас выйду в магазин и заболею коронавирусом, и буду задыхаться, и увезут меня в госпиталь, и потом вообще все станет плохо, он испытывает все те же гормональные реакции и испытывает последствия этих гормональных реакций, так как если бы он испытывал их, стоя на краю пропастей и находясь в опасности свалиться вниз и разбиться. Именно этим и опасны все эти надуманные страхи и кручение в голове самых ужасных вариантов развития событий. В чем причина возникновения страха неизвестности? Первое. Психологи всегда отсылают нас в детство. Да, сюрприз-сюрприз. Когда у ребенка происходит какое-нибудь травмирующее событие, у него закрепляется в его памяти то, что это опасность и то, что этого нужно всеми силами избегать. И во взрослом возрасте при любых похожих ситуациях у ребенка триггируются подобные страхи. Наука родология – одно из свежепризнанных направлений психотерапии, которая изучает человека как подсистему целой большой системы рода. Так вот, наука родология вообще говорит, что мы все с вами находимся в группе большого риска подобного страха, так как наша родовая история наполнена элементами перемены нестабильности, наверное, последние два столетия. Все эти революции, все эти войны, репрессии, застои, прекрасная невероятная перестройка, которая принесла столько прекрасного в нашу жизнь, но при этом стабильности там не было ни одного грамма. Да что там говорить, даже последние 20 лет, которые, казалось бы, уже все выстроено, и новая система, и все это работает в наших странах постсоветского Союза, тем не менее, я затруднялась даже по пальцам пересчитать количество, допустим, экономических кризисов, которые за это время случились. Поэтому говорить о том, что нам светит прямо вот безоблачная счастливая жизнь, без страха перемен, наверное, еще преждевременно. Я уверена, что сейчас многим из вас это откликнулось, именно вот этот страх каких-то финансовых потрясений, как один из страхов неизведанного. Есть также мнение со стороны генетиков, что эти страхи где-то заложены иногда и в генах, и некоторые люди, вне зависимости от их воспитания, вне зависимости от того, где они выросли, они тоже могут такой страх себе нести. Но этот процент достаточно мал. Интересная точка зрения от врачей-психиатров. Они разделяют всех пациентов на пять разных типов. Тип номер один. Плановик. Человек, у которого на все должен быть план. Шаг вправо, шаг влево, попытка побега. Подпрыгивание кверху, попытка улететь, расстрел на месте. И если вдруг что-то идет не по плану, срыв, нервный срыв, трагедия, драма, катастрофа. Приспособленец. Это такой образ премудрого пескаря из книги Салтыкова-Щедрина. Человек, который предпочтет тихонечко прогнить где-нибудь под камушком всю свою жизнь, лишь бы ни разу нигде не высунуться и нигде ни граммом не рисковать. Вот так вот. Жил-дрожал и умирал-дрожал. Пораженец. Человек, который предпочитает даже не вступать ни в какие соревнования, ни в какие бои, никуда не ввязываться, но что он уверен, что все равно проиграет. Это именно те люди, которые ноют и скрипят на любые ваши предложения, чего-то нового, интересного или даже просто другого. Собственник, человек, который направляет все свои силы и всю свою энергию на наполнение своей жизни атрибутами успеха. Яхты, дома, заводы, пароходы. Ему кажется, что это дает ему ощущение стабильности и гарантирует, что на много-много-много тысячелетий вперед все узнано и никогда ничего не изменится. И, наконец, максималист, девиз которого, если делаешь, то только на отлично. В противном случае не нужно даже начинать. Я уверена, что таких представителей вы встречали в большом количестве. Люди, которые никак не могут что-то начать, все время что-то подшлифовывают, что-то оттачивают и ожидают, когда же, ну когда же они будут окончательно готовы, а пока даже делать ничего не будут. Внимание! Для того, чтобы это видео принесло вам максимальную пользу, остановите сейчас и попробуйте найти что-то похожее из этих пяти типов, на что вам больше всего откликается, что вы думаете для вас больше всего актуально. И о чем это вам говорит? Мне вот лично плановик очень откликнулся, но мои планы все-таки, я себя утешаю тем, что мои планы достаточно гибкие. Если что-то идет не по плану, я к этому отношусь спокойно. Итак, что мы уже сделали? Мы сделали для вас валидацию вашего страха. Да, это абсолютно естественно и нормально бояться неизвестного. Что мы сделали еще? Мы раскрыли его глубинные причины. И сейчас немножечко поговорим о том, что же с этим страхом делать. На самом деле методов и техник работы со страхами существует великое множество. И для того, чтобы обозреть даже десятую часть из них, понадобится целое отдельное видео. Подпишитесь на канал и не забудьте поставить уведомления, чтобы не пропустить это видео. Я обязательно как-нибудь об этом сделаю обзор. Но сейчас я вам расскажу о технике, которая мою плановичную душу греет очень сильно, потому что оно само по себе похоже на план и состоит всего лишь из пяти шагов. Название этой техники – aware, английское слово, обозначающее осведомленный. И это аббревиатура из пяти действий, которые включает в себя эта техника. Буква A обозначает слово accept. Это то, о чем мы говорили чуть раньше – валидация. Примите сам факт того, что вам страшно, осознайте, что это нормально и успокойте себя, не ругайте себя. Скажите «ты в порядке, тебе страшно и это нормально». W – watch – наблюдение. Вообще в идеале в этой технике советуют прям вести дневник тревоги. Если вы настолько плановик, то полный вперед. Я же здесь делаю только несколько самых базовых шагов, когда я отмечаю в теле, что со мной происходит, что изменилось, как изменилось дыхание, какие у меня другие физические реакции. И пытаюсь понять, что вызвало такой страх. Знаете, что это даёт? Вот вы понимаете, как это происходит и что послужило причиной. Это даёт предсказуемость, а предсказуемость, в свою очередь, снижает стресс. Следующая буква – act A. Как только вы осознали, что вы боитесь публичных выступлений, вы говорите себе, «Господи, ну это нормально, новая аудитория, страх осуждения, страх провалиться, страх, что на меня все будут смотреть и думать, вот стоит Казани, Бенни Мэ, а теперь расслабились, вдохнули, откинули плечи, открыли свои шпаргалки, выходим и говорим». Repeat. Следующая буква – R. Это как раз таки о том, что эта техника, как и любые другие, требует постоянного повторения. Почувствовали страх, осознали его, разрешили себе бояться, проанализировали причины, проанализировали, что происходит с телом, пошли и сделали. Снова и снова и снова. И, наконец, последняя буква – I или Э – expect. То есть это значит, что вы говорите себе, «Так, это случилось, значит, это случится опять, и это нормально, и я буду к этому готов. Что я буду делать, когда это со мной произойдет, я сделаю так-то и так-то. У меня уже есть план работы, план работы, я говорила вам, что я плановик, у меня уже есть план работы, я знаю, что с этим делать, поэтому пойду и сделаю». Вот такая техника, одна из многих, уверена, что она вам понравится, скажите, что о ней думаете, да, нет, не знаю, в комментариях. Ну и, наконец, обещанная моя история. Начало истории будет вот там по ссылке, вот здесь вот где-то сейчас всплывет. После того, как нам объявили, что компания, на которой я работаю, продается, несколько дней спустя, маленькая птичка принесла мне на хвосте, что мою часть приложения, которую я тестирую, они ее продлевать не будут. Соответственно, скорее всего, вероятности того, что объема работы для меня не будет. А из этого я сделала вывод, что нет объема работы, нет потребности в человеке. Конечно, когда я разговаривала со своим непосредственным боссом, он сказал, нет, нет, что ты, что ты, тебе не о чем волноваться, все прекрасно, все в порядке, ворошилов на лошадке. Но, как говорится, ложечки нашлись, а осадочек остался. И вот тут опять встал в полный рост и стал размахивать красным флагом, мой страх остаться под мостом. Страх неизвестного, страх непознанного, потому что никто не знает, что произойдет. Так-то я абсолютно бесценный, незаменимый работник, они могут вполне себе сказать, да что вы, господи, давайте уволим всех, а только Таню оставим. Вот это сейчас был сарказм на самом деле. Самое главное, что работает для меня, это, конечно же, осознанность. Я понимаю, что это нормально, бояться, волноваться, несмотря на то, что я делаю очень много для того, чтобы подстелить соломки. У меня уже этой соломки хватило бы, наверное, на два стада таких жирненьких бизонов. И дополнительные источники дохода, инвестиций, подушечка безопасности и все остальное. Но тем не менее, этот страх абсолютно нормален. Следующий момент, которому я уделяю очень большое внимание, и вам тоже очень сильно рекомендую, уделять внимание своему телу. Помните, мы раньше упоминали о том, как плохо, отрицательно влияет эмоция страха на ваш организм. Вот эти все гормональные перестройки. Поэтому самое простое и легкое, что можно делать, высыпаться, физическая активность, качественное топливо. Ешьте полезную, вкусную еду, которая делает вас, дает вам ощущение легкости и свободы, а не вот это вот эээ. И плюс очень важна еще поддержка дополнительной организма. Это разнообразные чаи, если они для вас работают, пустырничек. И, конечно же, биодобавки. Я использую полный набор, полный комплекс витаминов группы В, которые являются строительным материалом и главным стражем нервной системы. Я использую магнезиум, который расслабляет не только мышечные, но и нервные волокна, и нормализует артериальное давление. Туда же природный антидепрессант 5-HTP – это аминокислота, которая включена в синтез гормона счастья, серотонина. Он абсолютно природного происхождения, польза его доказана, вреда никакого. Абсолютно природный антидепрессант. Все мои добавки я покупаю на iHerb. Ссылку поставлю на все перечисленные в описании. Ну, вы, конечно, можете брать, где желаете, хоть в ближайшем магазине. Если покупаете на iHerb, не забывайте использовать промокод на 5% скидку TAT1504. Тоже вот здесь будет. Ссылка будет в описании. Итак, ваш выход, мои хорошие. Что вы используете для борьбы со стрессом, борьбы со страхом? Какие методы работают для вас? Какие приемы вы открыли и считаете, что это вообще золото, и все должны об этом знать? Пожалуйста, делитесь в комментариях. Ну, а я, резюмируя все вышесказанное, могу сказать, что ожидание страха страшнее, чем страх. Перестаньте убегать, перестаньте прятаться, повернитесь к нему лицом, и вы увидите, что он вовсе не такой страшный. По факту даже сокращение на работе – это не смерть, это не такая уж трагедия. Миллионы других работ на земле. Эту работу я нашла за две недели когда-то. Ну, что мне мешает, если я сильно захочу, что мне мешает такую же работу еще найти? Поэтому перестать убегать, перестать прятаться, перестать дурить себе голову курением, алкоголем, беспричинным сексом, сериалами или чем-то еще. Остановиться, посмотреть и сказать, ну что страх, что ты хочешь-то, давай рассказывай. И он скажет, да ничего я не хочу. И вы увидите и скажете, так я так и подумал. И перестанете бояться, будете жить и будете счастливы. Чего я вам всем так и желаю. Ну что ж, понравилось видео, узнали что-то новое, не забывайте поставить лайк, подпишитесь на канал. Не забудьте нажать уведомления, чтобы получать новые видео. Приходите на прямые эфиры по четвергам в 20.00 Москвы. Уже в следующий четверг мы будем говорить на прямом эфире о том, как подводить итоги года, чтобы вам было кайфово и радостно за себя. И как строить планы на Новый год так, чтобы это доставляло удовольствие. Они вот это вот, знаете, написали 8 бойчик-арестантов, а кто это будет делать. Ну и наконец, не забывайте поделиться моими видео, потому что они несут добро и счастье. Далеко не уходите, впереди еще очень много интересного. У меня на сегодня все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok